Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, уважаемые участники заседания, прежде всего, позвольте выразить слова благодарности казахстанским коллегам за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего заседания. Пользуясь случаем, уважаемый Алихан Асханович, хотел бы еще раз поздравить вас с недавним назначением на должность главы правительства Республики Казахстан. Уверен, что ваш богатый опыт внесет существенный вклад как в развитие Казахстана, так и в углубление нашего интеграционного объединения. Искренне приветствую премьер-министра Республики Узбекистан Абдулу Никматовича Арипова и в очередной раз подтверждаю готовность к развитию сотрудничества с государствами-наблюдателями в рамках реализации совместных программ и проектов, в том числе и по части отдельных инициатив Евразийского экономического союза. Уважаемые коллеги, с удовлетворением хочу отметить позитивные итоги тенденций, зафиксированные во взаимной торговле между нашими странами в 2021 году. Важно, что в условиях эпидемиологических ограничений и общемировых экономических потрясений в рамках союза работа продолжалась на системной основе. Более того, на фоне снижения взаимной торговли в 2020 году, обусловленного такими внешними факторами, как замедление темпа роста мировой торговли и промышленного производства, экономики Армении обеспечила значительный рост объема взаимной торговли со странами ЕС. Товарооборот за 2021 год по сравнению с предыдущим годом увеличился на 26% и составил 2,7 млрд долларов США. Объемы экспортных поставок из Армении в страны ЕС за тот же период увеличились на 25,2%. При этом показатель роста экспорта во взаимной торговле выше темпов роста экспорта армянской продукции в третьи страны. Наилучшие показатели роста обеспечили свежая и переработанная сельскохозяйственная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, продукции текстильной и обувной промышленности, а также продукции ряда других отраслей, которая востребована в государствах-членах ЕС. Наряду с ростом объемов экспорта увеличились также показатели импорта из стран Союза в Армению. По признаку страны происхождения импорт увеличился на 18,5%. Надеемся, что сотрудничество в текущем году будет не менее плодотворным, в том числе и за счет продвижения по основным направлениям интеграции Союза и реализации новых инициатив. Не будет преувеличением, если отмечу, что такие результаты стали возможны также благодаря слаженности и усилий национальных правительств и органов Союза. Все мы переформатировали свою работу в пользу более практичных действий и принятия оперативных решений в интересах граждан и бизнеса наших стран. На данном этапе крайне важно сохранить набранный темп и продолжить выработку механизмов совместного реагирования на экономические вызовы. Коллеги, сегодня уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль конкурентоспособности стран и экономических союзов. Республика Армения рассматривает переход к цифровой экономике в качестве ключевой движущей силы экономического роста. Традиционно активно участвует и поддерживает процессы формирования и реализации цифровой повестки Союза. В этом контексте хотел бы подчеркнуть важность реализации проекта Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Промышленное сотрудничество стран Союза должно быть нацелено на углубление промышленной кооперации в приоритетных отраслях и устранение барьеров во взаимной торговле, развитии импортозамещения, внедрение инноваций и создание новых высокотехнологических производств. Отмечу, что Армения обладает компетенциями в сфере микроэлектроники, позволяющими производить сложную электронную продукцию, что может стать еще одним важным шагом в развитии кооперации предприятий микроэлектроники в рамках нашего Союза. Помимо этого, считаем важным также расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения. Развитие этого направления позволит сконцентрировать усилия промышленников на собственном производстве наиболее востребованных видов товаров. В связи с этим необходимо расширить инструменты государственной поддержки промышленности в странах Союза и возможные направления их поступательного сближения. Раскрывая цифровой потенциал Союза, не могу не отметить подписание соглашения о применении в ЕС навигационных пломб для отслеживания перевозок и о механизме прослеживаемости товаров. Применение положения соглашений направлено на обеспечение дистанционного цифрового сопровождения при трансграничных перевозках грузов и упрощение процедуры их оформления на границе и призвано в конечном итоге повысить прозрачность перевозок, что положительно отразится также и на развитии сектора транспортных услуг в целом. Диверсификация транспортной инфраструктуры станет стимулом для роста товарооборота внутри Союза и экспорта товара на внешние рынки, а также развития транзитных транспортных коридоров. Немаловажным направлением является также развитие электронной торговли, которая не только стремительно набирает темпы, меняя потребительское поведение мирового рынка, но и расширяет его трансграничные возможности. При этом необходимо ускорить работу по совершенствованию действующего в рамках Союза механизма налогообложения электронной торговли в соответствии с лучшими мировыми практиками налогового административования. В завершении ввиду того, что в 2022 году председательство в органах Евразийского экономического союза перешло к Кыргызской республике, хотел бы пожелать успехов нашим кыргызским коллегам и подтвердить готовность Республики Армения к взаимодействию с председателем своей страны и государственными членами в интересах дальнейшего продвижения развития евразийской интеграции. Уверен, что наши совместные усилия увенчаются успехом как в рамках Союза, так и на национальном уровне во благо наших граждан. Благодарю за внимание.